я хочу я хочу мясо 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 как я хочу съесть мясо к нам пришла наша старая знакомая это девочка она у нас уже кушала я не помню что привет друзья привет мои дорогие подписчики я сегодня опять готовлю вкусное мясо когда я решил выехать на природу и сделать что-то вкусное я подумал что это будет один из густых наваристых узбекских супов сижу я думаю какой именно супик мы сделаем и вдруг передо мной вот такая картина я хочу мясо я хочу настоящего мяса из барашка и поэтому у меня есть отличная целая баранья лопатка вот такая я из нее уже достал косточку здесь чистая лопатка без кости молоденькая и очень вкусная и мы сейчас будем готовить а здесь у меня красное сухое вино баранья лопатка без косточки я аккуратно ее сейчас сложу и обвяжу кулинарным шпагатом это хочется бумажная нить чтобы лопатка имела формы пока я это буду делать газа очах уже прогревается и мы это все будем делать казани дороже костра я использую головы которые остаются при приготовлении вкусных зерновых дистиллятов казан уже хорошо прогрелся я кинул в казан пару кусочков жира из лопатки чтобы смазать вот такая красивая лопатка получилась она дырненькая как и соскучился по-настоящему аромату барашка как она классно пахнет обожаю я начинаю обжаривать такой приятный золотистый цвет приобретает лопатка когда мы ее обжариваем баранью лопатку я уже обжарим лишний жир я сказано убрал баранью лопатку я заливаю светлым хорошим пивом я добавил пиво совсем немного для того чтобы она только покрыла чуть-чуть лопатку так мы будем готовить лопатку при очень низкой температуре чтобы пиво еле-еле дышала я накрываю его одной крышечкой а потом накрываю крышкой для казана пока я никакие приправы не добавляю пиво в казане там где у нас тушится лопатка уже почти все выкипело и поэтому я добавляю еще немного пива и так мы будем делать все время чтобы пивка было чуть-чуть и лопатка в нем еле томилась припускалась переворачиваем лопатку в другую божественный аромат лопатки и пиво вот посмотрите она еле-еле дышит это сама правильная температура такая какая должна быть я измельчил ступки немного черного перца и кориандра все это я высыпаю казан солим столько сколько нам нужно вот так и самое главное это набраться терпения потому что уже очень вкусно пахнет очень вкусно уже внутри но она еще не готова поэтому ждем теперь пришла очередь картошки картошка будет в казане на отличном в раннем жирке которые срезал с лопатки картошку я не чищу и режу ее так чтобы все кусочки были одинаковые продолговатой формы картошку я порезал вот такими брусочками они все одинаковой толщины и я ее очень хорошо тщательно промываю от крахмала чем лучше мы промоем картошку тем лучше она прожарится кусочки одинаковой толщины нужны для того что когда мы будем жарить картошку она сверху схватиться хорошей румяной корочкой но от того что кусочки маленькой толщины она равномерно и быстро приготовиться нам нужно будет долго ее готовить прошло два часа 15 минут даже 2 часа 20 минут я несколько раз подливал пиво она стала вот такая маленькая соус стал густым из пива я и выкладываю в кастрюльку для того чтобы она отдохнула и в ней все ароматы переплелись баранья лопатка в пиве уже готова и отдыхает сейчас мы приготовим очень легкий гарнир казан уже хорошенечко разогрелся а у меня в кулечке тот жир с бараньей лопатки который я срезал и он был лишним в нашем блюде жирок нужно хорошенечко вытопить нам нужен именно жир кварочки вытопились картошку я хорошо промыл в воде чтобы смыть с ним весь крахмал она обсохла на ветру я высыпаю раскаленный жир главное при жарке картошки чтобы казан был очень сильно разогрет все хорошо друзья наконец-то баранья лопатка в пиве уже готова кроме этого у нас есть еще картошечка в пиве в раннем жирке а также я дополнительно приготовил шашлычки из грибочков на шпажках помидорчики острый перец и еще очень вкусное наполнение вот такое это шляпки шампиньонов маршированные пармезаном мятой и петрушкой как это вкусно и буду приготовить смотрите ссылочка вот здесь мы начнем дегустировать баранью лопатку благодаря тому что лопатка была в пиве и пиво все время выкипало у него у самого соуса получился такой карамельный цвет это такое темненькое но очень интересные разрезаем смотрите лопаточка как она пахнет я уже хочу ее попробовать как я хочу съесть мясо наконец-то я отрезаю вот такой толстый кусок потому что лопатка все равно полностью готова она мягкая она тает во рту толстые пленки превратились в такое красивое желе посмотрите пожалуйста как я долго все таки хотел это сделать я уже соскучился за вкусом мяса и это так классно лопатка вот такая мягкая как мороженое такое нежное суши класс друзья у меня есть друг из швейцарии его зовут каков так вот он говорит если вы любите кушать мясо то есть очень красивая и легкая формула на 1 килограмм мяса какое вы хотите съесть нужно взять 3 килограмма овощей тогда вы будете всегда здоровы и всегда в отличной форме спасибо тебе за такой отличный совет я тебе передаю привет у нас есть как раз килограмм мяса и 3 килограмма овощей так что формула соблюдена еще у нас есть 3 литра сухого красного вина это моя формула килограмм мяса 3 литра вина и 3 литра овощей друзья это отличная формула сегодня лето конечно же я шучу но это все очень вкусно посмотрите у меня пальчики все в мясе я уже хочу его кушать если вам понравилось это видео пожалуйста ставьте лайк подписывайтесь на мой канал ссылочка вот здесь внизу нажимайте на колокольчик колокольчик тоже рядышком и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале и помните и помните самое спокойное место и